Сегодняшний вебинар посвящен удаленной работе. И, конечно же, в последнее время, за последний год мы все столкнулись с тем, что многие компании должны были перефокусироваться на совершенно другое ведение бизнеса. Многие из нас работали из дома, и необходимость отдаленных коммуникаций была очень важна. Мы сегодня подробно рассмотрим мобильные решения 3CX, обсудим, как можно их использовать в определенных сферах, обсудим, каким сферам наиболее актуальна удаленная работа и наше решение. Так что начнем. Игорь, если у вас какие-то комментарии по ходу, вы, пожалуйста, смело высказывайтесь. Да-да, конечно. Вопросы напишите в чате, либо Игорь, либо я, мы ответим. Либо сразу же, либо уже потом я вам пришлю на электронной почте. Можем также созвониться, если будет необходима какая-то более детальная консультация. Для тех, кто будет просматривать этот вебинар в записи, напомню, что моя электронная почта tm.at3cx.com, потому что чат не видно будет. Наше удаленное решение состоит из шести ключевых элементов, которые мы предлагаем для клиентов. Первое – это веб-клиент, мобильные приложения, веб-встречи или веб-митинг, обмен мгновенными сообщениями в корпоративном чате, live-чат – это виджет связи для сайта и статусы пользователей. Мы рассмотрим подробно каждое из этих предложений. Итак, прежде всего, наш веб-клиент и функции статусов пользователей. Веб-клиент прост в использовании, включает в себя все функции, необходимые для общения, для совместной работы, связи с коллегами и с клиентами прямо из браузера. Из одного интерфейса вы можете легко совершать звонки, просматривать статус коллег, отправлять сообщения в чате, проводить видеоконференции. Поскольку веб-клиент основан на браузере, вы можете войти в систему из любого места, даже из дома, что сейчас очень актуально для тех, кто переходит на работу из дома, удаленную работу. У нас тоже есть расширение веб-клиента для Chrome и Edge, поэтому клиенты могут совершать, принимать звонки с помощью всплывающего мини-клиента вместо полного веб-приложения с вкладками браузера. Он даже включает в себя функции вызова одним нажатием, click-to-call, чтобы легко совершать звонки с номеров на веб-страницах или в CRM. Мобильные приложения. 30x включает собственные приложения в UIP для Android и iOS, которые постоянно обновляются и тестируются с нашей стороны. Приложения бесплатно включены во все лицензии 30x, то есть стандарт, Pro и Enterprise. Поэтому ваши клиенты могут брать с собой офисные расширения, где бы они ни находились. Помимо звонков вы также можете общаться в чате, обмениваться файлами, подключаться к конференц-звонкам со своего мобильного устройства. Приложение имеет встроенный туннель, чтобы избежать проблем с удаленным брандмауэром Firewall. Поэтому звонки через трига или из любой точки доступа Wi-Fi надежны. Приложение 30x для Android и iOS полностью поддерживается Push, что позволяет телефону находиться в режиме ожидания и экономить заряд батареи. Веб-митинг, интеграция с CRM. По поводу интеграции веб-митинга с CRM я вам сейчас не отвечу. Игорь, если вы можете что-то прокомментировать, прокомментируйте, потому что это технический достаточно вопрос для меня. Ну, я не знаю, что есть интеграция веб-митинг с CRM. Игорь, плохо вас слышно? Нет, такого пока нет. Плохо слышно, да? А, подождите, я поняла. Точнее, все. Да, да. Да, сейчас нормально. Плохо? Или хорошо? Да. Нет, там разве что, может быть, есть такой плагин для WordPress, который позволяет выгрузить список планируемых вебинаров и показать его на странице сайта WordPress. Вот есть такой плагин. Что же касается какой-то дополнительной интеграции, есть форум специально для пользователей веб-митинга. И можно попробовать там написать. Там отвечают разработчики, они, может быть, подскажут. Может быть, какая-то внутренняя API существует, но пока что это только на уровне, наверное, создания, планирования конференции и указания этой ссылки где-то в CRM в планируемых мероприятиях. А вот как-то автоматизировать лучше написать на форуме разработчиков. Ну, не разработчиков, а отдельном форуме веб-митинга. Вот так. Окей, хорошо, спасибо. Спасибо. Что еще поможем сказать по поводу веб-митинг? Да, Игорь, вы хотели что-то добавить? Да, я хотел сказать, что по поводу мобильных приложений они используют туннель вшифрованный. Там используется собственная технология 30X, основанная на TLS-сертификатах. И, ну, в общем-то, считается, что разговор достаточно невозможно прослушать, невозможно перехватить. Насколько это шифрование, скажем так, защищено, 30X не комментирует, потому что, еще раз повторю, это проприетарная технология, но у него фактически это выглядит, как будто мобильный телефон, то есть мобильное приложение поднимает такой собственный VPN-канал, шифрованный к серверу 30X, и через него отправляет весь трафик. Два преимущества, которые тут сразу появляются, это возможность обойти любые ограничения разных операторов, в том числе различные сетевые ограничения, блокировки портов, и второе, как я сказал, шифрование трафика. То есть, в принципе, человек без специальной особой подготовки ваши разговоры не перехватит. Вот так. Разговоры же через незащищенный СИП в принципе можно прослушать, записать, если не принимать, конечно, специальных мероприятий, там, включать СИП-шифрование и тому подобное. Кроме того, кроме того, мобильные приложения, у них еще есть один большой плюс, это автоматическая настройка, мы говорили. Сейчас такой момент. Ну, в общем-то, с мобильными приложениями вы сразу можете начать работать. То есть вам не нужно, вы просто устанавливаете 30X в облаке, вам не нужно приобретать никакое оборудование, даже бесплатная система будет работать с мобильными приложениями, это очень удобно. Да. Вот. Пока что так. Да, ну, тоже касаемо веб-митинга, что вы можете делать, вы можете загружать PDF-файлы, вы можете делиться Word-документами, Excel-таблицами, поделиться экраном, использовать интерактивную доску, то есть очень много функций существует у веб-митингов. Что еще хотела отметить, онлайн-встречи, веб-конференции, то есть веб-митинг. Сколько вы можете пригласить участников в зависимости от лицензии? 25, 100, 250. Но с видео максимальное количество участников может быть 16. То есть 16 человек вы сможете видеть визуально, да, на экране. Но 25 участников в целом может быть. Веб-встреча, да, на этом графике показано использование веб-встреч 30x в начале этого года, то есть когда началась пандемия, и вы можете видеть, как начало расти количество веб-митингов с началом пандемии. У нас объем веб-митингов увеличился на 300%. То есть веб-митинг, веб-конференция – это одна из главных функций, которая может заинтересовать клиента в нынешнее время. Сейчас тоже постепенно клиенты переходят на домашнюю работу, отдаленную работу. У нас, например, тоже в офисе многие постепенно переходят, не знаю, какие ограничения еще введут, но вполне возможно, что мы тоже все перейдем на удаленную работу. Поэтому это очень важно. Веб-митинг, его функции вы можете посмотреть в верхней части экрана справа, там, где есть логотип 30x. Там есть все функции, которые доступны, но они могут быть у вас не видны, потому что вы не являетесь ведущими. Но если вы будете ведущими, у вас там появятся возможности голосования, и опросов, и всего остального. И включение-отключение камер, управление пользователями. И еще важный момент, что система не ограничена по времени и вообще не имеет каких-либо других ограничений. То есть вот у вас там есть на 25 или на 100 человек, вот вы можете проводить конференции, даже на бесплатной версии, на 25 человек, вы можете проводить конференции любой длительности, без каких-либо ограничений, и запись конференции будет все равно приходить вам на электронную почту. Поэтому для образования это очень востребовано, потому что все-таки Zoom, он есть не у всех, и имеет определенные ограничения в бесплатном, по крайней мере, варианте. Да и для компании тоже не нужно приобретать никаких дополнительных лицензий. Если у вас есть 30X, у вас сразу же есть и видеоконференции. Поэтому пользуйтесь. Что еще по поводу корпоративного чата? С 30X ваши клиенты могут позволить сотрудникам общаться друг с другом с помощью текстовых сообщений. То есть у них нет необходимости постоянной связи по телефону, им необходим интернет или Wi-Fi. Они могут отправлять, получать текстовые сообщения через веб-клиент 30X или приложения для Windows, Mac, iOS, Android из любого места. Что это означает? Что нет необходимости давать свой мобильный телефон, использовать другие чаты, как WhatsApp и так далее. То же самое с клиентами. Live chat и talk. Если вам нужно поддерживать внешние каналы связи открытыми, то наш плагин Live chat and talk – это инструмент, который вам подходит. Живой чат позволяет общаться с внешними посетителями веб-страницы в реальном времени. Просто ответьте на их запрос во вкладке чата и отвечайте. То есть можете общаться с клиентами. Сейчас у нас есть возможность отсылать сообщения из Фейсбука. Да. Отлично. Я вижу, Александр, ваши комментарии. Сейчас мы только запустили Фейсбук. В некоторых странах можно отправлять смс-ки с телефонов. В России пока нету. То есть нам нужно найти тоже там провайдера, который сможет это обеспечить. Как-то в европейских странах это быстрее у нас происходит. Но с Фейсбука мы уже работаем. Там тоже, как я видел, некий REST протокол, как шаблон, который вы можете попросить у того смс-оператора в вашей стране, с которым вы хотите работать. В принципе, все вот эти операторы, которые занимаются рассылкой смс, у них есть раздел «Документация для разработчиков», и там это все указано. То есть как настроить какую-то стороннюю систему для отправки смс. Там обычно тоже создается какой-то ключ, API, что-то наподобие CRM-интеграции. В принципе, я думаю, что со временем это появится. То есть это будет что-то на уровне подключения CRM-системы, только теперь для отправки и получения смс. Ну, в принципе, клиенты с 3CX тоже общаются очень многие через чат, используют его очень активно, нам приходит каждый день масса сообщений из нашего лайв-чата, так что это действительно очень удобно. Насчет Инстаграма я точно не знаю подробностей, но там вроде бы планировалось объединить мессенджеры Инстаграм и мессенджер Фейсбук. Ну, может быть, это не совсем то, но я слышал такое. Инстаграма нет, не комментируем, и про WhatsApp и остальные тоже нет пока что. Да, с WhatsApp там совершенно по-другому, там планировалось какое-то время назад, в данный момент нет. Окей, ключевые секторы, которые затронуты вспышкой COVID-19, да, и инструменты, которые им необходимы. Мы выявили 4 ключевых сектора. Средний и крупный бизнес, естественно, малый бизнес пострадал больше всего, но средний и крупный бизнес перешли на удаленную работу. Образовательные учреждения. Сейчас опять школы переходят на удаленное обучение для детей, университеты в том числе. Контактные центры и медицинские учреждения, для них тоже очень актуальны все инструменты для удаленной работы. То есть, что сделали корпорации? Они, ну, довольно логично, они перешли все веб-встречи с поставщиками, внутренние конференции, даже one-to-one митинги проводятся через веб-митинги, или обучение проводится через вебинары, да, тоже можно сделать с 30x. Точно так же то, о чем мы говорили, можно обмениваться файлами и так далее. По поводу школ. С марта прошлого года многие школы и вузы перешли на удаленное обучение. Они искали способы решения. Мы им дали этот способ. Теперь учителя могут транслировать занятия в прямом эфире, используя вебинары в стереоаудитории, точно так же, как я сейчас представляю вам нашу презентацию. Они могут поделиться презентациями в PowerPoint, как я делаю это сейчас. Они могут поделиться своим экраном, общаться с учениками, чтобы проверить, все ли им понятно во время урока или лекции. Как уже говорили, есть функция опроса. То есть можно в начале, например, конференции сделать опрос. Например, на какую тему вы бы хотели услышать следующий вебинар. И то есть все голосуют, да. Это очень тоже интересно. Или как викторина в школе для учеников. Да, что еще? Как я уже говорила, количество участников на веб-встрече зависит от лицензии. В стандартной лицензии это 25 пользователей. В профессиональной это 100. В корпоративной, в интерпрайз это 250. И, естественно, живой чат – это очень удобно. Хороший способ для учителей проверить, проводить опросы какие-то удаленно во время проведения конференции. И live chat and talk учителя могут тоже выступать в роли агентов живого чата. И ученики могут связываться через live chat со своими учителями. Потому что, что касается тоже live chat, я не упомянула, вы можете всегда вернуться к тому агенту, с которым вы общались. То есть если вы начали чат с определенным агентом, вы можете к нему вернуться и продолжить разговор. То же самое с учителями. Вот, так что, да, это по поводу образовательных учреждений. Учителя, естественно, могут воспользоваться корпоративным чатом, чтобы общаться друг с другом и тоже планировать уроки, обмениваться файлами, какие-то планерки свои делать. Ну и ученики тоже могут использовать этот инструмент, если у них есть расширение. А это можно тоже им сделать. Что касается здравоохранения, ну, наверное, это одна из самых сложных сфер. Но в целом поставщики медицинских услуг могут использовать веб-митинге 3CX, если им необходимо, например, назначить удаленные встречи. Это может быть полезно, если им нужно поддержать пациентов, которые находятся в изоляции, или связаться с пациентами из более уязвимых групп населения, которым лучше всего оставаться дома. Также больницы могут предложить сеансы веб-встреч для пациентов с членами семьи, которые не могут их посетить из-за ограничений на посещение после вспышки ковида. Для стационарных пациентов или тех, кто живет в домах престарелых. Это отличный способ не дать им почувствовать себя одиноко, изолированно в такое трудное время. Также можно проводить консультации некоторые, которые не требуют личного контакта с пациентами. Например, узнать, как у них дела, как сейчас они себя чувствуют и так далее. Очень многие медицинские учреждения используют это тоже в том числе. Максимальное количество одновременных видеоокон участников вебинарии. Как я уже сказала, 16. 16 видеоокон – это максимально. Я знаю, что какое-то время назад было большее количество. Это поменялось. И сейчас 16, в принципе, из-за того, что расходуется очень большой ресурс. Чтобы он не расходовался, ограничили до 16. То есть вы можете менять человека, которого вы хотите видеть в числе этих 16. Одного отключать, другого включать. Со временем планируется, по крайней мере, я слышал эту информацию, различные варианты поочередного показа, ротации этих окон. То есть, возможно, участников будет и больше, но они будут показаны в разное время или будут еще различные, есть там разные идеи по поводу того, как большее количество участников одновременно показать, при этом так, чтобы они не мешали, ну, чтобы их было не слишком много, чтобы это все не отвлекало самих участников от конференций, и чтобы они не мешали друг другу, и чтобы это как-то, ну, какую-то разумную нагрузку на оборудование оказывало. Поэтому этот продукт, веб-митинг, он достаточно активно развивается. И вот по поводу медицинских учреждений, я еще добавлю, вот этот лайв-чат, который используется у 30x, этот плагин или виджет, который устанавливается на сайте, у него ведь есть режим работы чата, режим голосового звонка, то есть посетитель сайта одевает гарнитуру и прямо звонит в компанию. И этот звонок, сейчас секундочку я видео отключу, и этот звонок, он попадает в очередь колл-центра, или чат попадает в очередь колл-центра. То есть он может попасть как индивидуальному специалисту, индивидуальному сотруднику, так и в очередь колл-центра. Также можно подключить, после голосового звонка можно подключить и видеозвонок. И все это в одном приложении живого чата, которое называется лайв-чат. Сейчас, кстати, он обновился, вот в седьмом обновлении. Он там получил ряд новых возможностей. И получается, что пациент, если говорить про клинику, да не только пациент, в принципе любой человек, которому затруднительно объяснить, что это на словах, он может просто продемонстрировать. Ну вот простейший способ, если у пациента есть какое-то обслуживание медицинское договорное, он может позвонить через, одеть гарнитуру, позвонить в клинику, показать там какую-то свою, какую-то проблему прямо на себе, да. И доктор может в режиме видеоконференции его проконсультировать. То есть в данном случае не веб-митинг будет использоваться, а прямо плагин сайта, находящийся на сайте, прошу прощения, виджет, находящийся на сайте клиники. Это еще удобно в том плане, что когда клиент обращается в клинику, в учреждение, ему не нужно сначала звонить по телефону, потом как-то перезванивать уже в режиме видеоконференции. Он это делает все в одном месте из одного приложения, находясь в разговоре с одним и тем же сотрудником. То есть такая сквозная воронка обслуживания клиента, которая позволяет подключить все возможные каналы коммуникации. Вот это очень удобно. Спасибо, Игорь. Александр, да, по поводу локальной версии веб-митинг. Скажу честно, над этой версией работали очень плотно до марта прошлого года. То есть ее, в принципе, уже должны были запустить, но в связи с пандемией как-то это немножко отодвинулось. Поэтому это планируется, это будет, но я не могу вам сказать, когда. То есть этот запрос, он идет отовсюду, изо всех стран, поэтому он стоит в списке приоритетов. Так что это будет. Что касается контакт-центров, тоже многие контакт-центры перешли на удаленную работу. С профессиональной лицензией 3CX сотрудники контакт-центра могут подключаться из любого места с помощью своего веб-клиента. При этом у них по-прежнему будет доступ к своей программе, коммутатору, чату. 3CX использует только один интерфейс, поэтому все, что им нужно, это их добавочный номер и пароль. Тогда у них будет мгновенная копия своей рабочей системы, в которой они могут быстро освоиться. По поводу лайфчата мы уже пообщались, да, мне кажется, мы его достаточно подробно обсудили. Ну, да. В среднем агент может обрабатывать 3 чата на каждый один звонок, поэтому это очень удобно и помогает повысить эффективность. Поэтому действительно многие компании его вводят все больше и больше. Каждый работодатель знает, что одна из основных проблем при переходе на удаленную работу это обеспечить продуктивность своих сотрудников. И с помощью отчетов 3CX менеджеры колл-центра могут отслеживать продуктивность операторов, вне зависимости от того, где они работают. У нас есть целый ряд отчетов по операторам и звонкам, которые вы можете использовать. Если сотрудникам необходима дополнительная мотивация, менеджер также может поделиться сообщениями на настраиваемой информационной панели колл-центра, чтобы сообщить, как они работают, да, промотивировать их, если необходимо. Ключевые моменты предложения, как мы можем помочь, что мы предлагаем дополнительно. Версию стандарт 3CX предлагает бесплатно в размере 4 и 8 одновременных вызовов. Это наш способ быть доступными для всех и поддержать бизнес, который не может позволить себе платную версию. Например, тоже у меня многие партнеры спрашивают, как же мне начать, как же мне развить этот бизнес, если у меня, например, сейчас кризис, и никто не может себе позволить. Предлагайте бесплатные версии. Когда-нибудь клиент разовьется, когда-нибудь клиент станет расти, у него появится необходимость в дополнительных одновременных вызовах. Может быть, он захочет интеграцию с CRM, может быть, у него появится колл-центр, и ему будет необходима уже про-версия. Этот клиент будет закреплен за вами, даже с его бесплатной лицензией, и вы сможете его обслуживать и в дальнейшем продавать ему более расширенные версии. Поэтому используйте этот инструмент. И опять же хочу отметить, да, эти две лицензии бесплатные, 4-8 одновременных вызовов, но вы можете небольшую плату брать с клиентов за обслуживание, за ваши услуги. То есть даже на этих бесплатных лицензиях вы можете заработать, предлагая, продавая свои услуги. Что еще? Остальные версии 30x редакции стандарт мы предлагаем использовать бесплатно первый год, чтобы клиенты познакомились вообще с 30x. Многие остаются на этой версии, и со второго года взымается плата, так как им нет необходимости в интеграциях с CRM, нет необходимости в колл-центре, в дополнительных функциях. Как я уже сказала, со второго года лицензия стандарт становится платной. Если не платят за лицензию стандарт, например, она была 16 одновременных вызовов, она упадет до бесплатной редакции, 4 или 8 стандартных вызовов. Так, что еще по поводу 60 дней? Пробные лицензии. Я уже говорила на предыдущих вебинарах об этом, но еще раз напомню. Пробные лицензии любого размера и редакции можно сделать на срок 60 дней. Сейчас вопрос у нас. Да, количество… Еще раз, если стандарт лицензия через год клиент не хочет платить, она уменьшается до 4 или 8 одновременных вызовов. По поводу, еще раз, пробные лицензии любого размера и редакции на 60 дней, вы можете это сделать из своего партнерского портала. В разделе «Ключи» — «Create try license», то есть создать пробную лицензию. Создавая пробную лицензию, она создается в размере стандарт 8 одновременных вызовов всегда, то есть она сразу создается только в таком размере. Потом она попадает в список ключей, находите этот ключ в списке ключей, справа нажимаете опцию «More», «PoC» и расширяете эту лицензию пробную до размера, который вам необходим. «Pro Enterprise» и хоть до максимального количества одновременных вызовов — 1024. Еще раз повторюсь, такой пробный ключ у клиента будет работать в течение 60 дней, чтобы он смог испробовать все функции и принять решение о приобретении в дальнейшем. Так что, в принципе, использовав весь этот функционал, клиент постепенно может перейти к удаленной работе. Еще раз, бесплатные лицензии вы можете… Для чего мы их сделали? Для того, чтобы покрыть абсолютно все сферы, абсолютно любому клиенту дать 30x. Естественно, это не ваш фокус, это не ваш ориентир. Выберите свою фокус-группу, на которой вы будете ориентироваться, с кем вы будете работать. Естественно, не надо фокусироваться на клиентов, которые не могут ничего себе позволить. Просто если к вам приходит такой клиент и говорит, я вот хочу, но не могу платить, у меня сейчас тяжело, у меня сейчас кризис, вы можете ему предоставить бесплатную лицензию, вы можете небольшие деньги заработать на том же клиенте с установкой 30x. В дальнейшем этот клиент за вами закрепится. И, может быть, через год у него ситуация поменяется, может быть, он переориентируется и начнет расти. То есть, когда развивается клиент, ему уже нужны большие функции. Ну, хотя бы первая примитивная, ну, не примитивная, но первая функция – это интеграция с CRM. То есть, для удобства работы. Следующее – это может быть, я не знаю, если это продажи, он набирает команду продажников, которые должны постоянно работать. То есть, это уже режим колл-центра. Соответственно, ему тоже нужна будет более профессиональная версия, про. Мы переходим на про. То есть, возможностей много заработать. То есть, это уже на ваше усмотрение. Вы как продавцы, вы как профессионалы в своем бизнесе, вы это знаете. И вы знаете свой регион, вы знаете, что сейчас происходит, вы знаете, какие группы более активны, где происходит бизнес, где вы можете продать лицензии более высокого качества, например, банки. Да, банковский сектор. Вы можете там продавать другие лицензии совершенно. Вот. В принципе, мы подошли к концу нашего вебинара. Задавайте вопросы. Игорь, если у вас еще какие-то комментарии есть, чисто технические, можете поделиться своим опытом, то, пожалуйста, самое время. По поводу бесплатных лицензий, это, да, действительно, Натяна все верно говорит. И еще есть такой момент, видите, все мы знаем, что существуют бесплатные сборки АТС, типа Астериск, там перепакованные в различные образы. И получается, что многие, особенно такие не сильно опытные клиенты, к ним приходят там конкуренты и говорят, так зачем вам покупать, если мы вам сейчас поставим бесплатно. Вот. И они на это ведутся. Хотя они, хотя потом, конечно, эта бесплатность оказывается совсем не такой дешевой. Вот. То есть, чтобы конкурировать с такими, так сказать, условно-бесплатными сборками, АТС предлагает бесплатную версию. Потом второй вариант. Да, действительно, это вы как бы играете в долгу. То есть вы цепляете клиента, и он уже привыкает к системе, и потом ему, он уже не видит особой необходимости переходить куда-то. Он, ему проще заплатить, тем более сейчас годовая лицензия совсем недорого стоит. Ему проще заплатить вам и продолжать пользоваться, так как у него там добавится какая-то функциональность, там тот же колл-центр или CRM-интеграция. Вот, собственно, ну, так же вы знаете, игры продаются по такому принципу. То есть вы вроде как берете бесплатную игру, но там потом, если вы хотите открыть какие-то скиллы, да, там прокачать героя, вы там что-то покупаете. То есть это нормальная модель, фремиум, по-моему, очень даже. Ну, подписка, да, подписка вообще это совершенно верно, потому что если вы там устанавливаете астериск или даже какие-то системы на базе астериска аппаратные, то вы с клиентом раз соприкоснулись, если у вас там нет какого-то договора на поддержку дальнейшего, а как правило в таких маленьких коробочках никакого договора и не нужно, то все, клиент вам раз заплатил там 300-400 долларов, вы там заработали там 20% и все, и на этом все закончилось. А тут, в принципе, если клиент держится на плаву или даже расширяется, у вас постоянный приход. Вот, если таких клиентов достаточно много, то это уже через там 3-4 года будет ощутимый доход. Кэшфлоу, конечно, кэшфлоу у вас увеличивается. Что касается подписок, я хочу тоже прокомментировать, что 3CX переходит на больше и больше на годовые подписки. То есть мы уходим от бессрочных лицензий. У нас сейчас еще остались лицензии уровня Enterprise бессрочные, но мы постепенно от них уходим. И если вы предлагаете 3CX новым клиентам, то предлагайте, пожалуйста, годовые подписки. Старайтесь не предлагать больше бессрочные. Единственное, почему мы оставили, потому что есть такие организации, как госучреждения, которые принципиально вот хотят, непонятно по каким причинам, именно вот бессрочную лицензию я купил и все. Но не все, потому что ты каждый год покупаешь продление, подписку на продление. Если ты ее не покупаешь, то ты не получаешь обновления. То есть фокусируемся действительно на годовые. И это ваш кэшфлоу. Каждый год вы получаете деньги за лицензию. Ну и тут еще, конечно, вы как бы защищены от того, что клиент не заплатит. Ну, с большой долей вероятности защищены. Если у клиента заканчивается годовая лицензия, то он, чтобы работа у него не остановилась, он все-таки должен заплатить. В то же время, если у него бессрочная лицензия, то для него, во-первых, он все равно там, по идее, должен платить, чтобы, вы, наверное, все в курсе, поддерживать ее функциональность, актуальность. Но он может и не платить. Да, он может и не пользоваться мобильными приложениями, которые перестают работать. И, конечно, вы тогда этого клиента, в общем-то, теряете. Он может там через 5 лет появиться или через 10. А может вообще никогда больше не появиться. Кроме того, да, как уже говорилось, стоимость бессрочной лицензии, она довольно высока. И для многих клиентов это сложно, выделить такую сумму. Ну, по большому счету, вот сейчас я считаю, что нужно, мне кажется, обратить внимание при новых клиентах на возможности интеграции с Facebook и SMS. Я, правда, не знаю, насколько SMS сейчас в странах СНГ актуально. Мне кажется, эта технология немножко отходит. Но не знаю, не знаю. Тут несложно сказать. Технология у нас больше всего актуальна в Америке. По-моему, да. Да, потому что в Америке, мы с моим коллегой тоже разговаривали с того региона, и он сказал, что там SMS – это то же самое, что, например, WhatsApp. То есть они моментально фотографии высылают, любые документы. У нас SMS-ки – это немножко другое. Это просто текст. Ты больше ничего не можешь. Ну, смотрите, насчет SMS, вот я еще раз говорю, я вот этот момент точно пока не знаю. Может быть, Татьяна уточнит или как-то со временем это будет понятно. Сейчас есть новая технология SMS, которую продвигает Google. Забыл, как она называется. У меня в телефоне она работает. То есть некоторые операторы ее уже поддерживают. Называется, как это, типа SMS 2.0. Чуть не помню, как это называется точно. И получается, она вот позволяет делать то, что говорит Татьяна. Можно отправлять фотографии, файлы. Это все работает через Wi-Fi. То есть, в принципе, в общем, скажем так, я сейчас не буду вдаваться в детали. Не помню точно, как это работает. Но суть таково, что технология SMS сливается с технологией того же WhatsApp или Telegram. И получается, что я вот не знаю, будет ли поддерживать ее 30X. Я надеюсь, что будет. Это вот то, что работает в Штатах, то, что сейчас работает уже и на территории ВСНГ. Вот. А, ну да, там все сидят на Apple. Ну, это и да, у Apple, а есть Google Мессенджинг. Сейчас. Сейчас я попытаюсь. Если я сейчас найду быстренько. А, вот, РЦ. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот. Одну минутку. Вот. А, РЦ. Так, я сейчас брошу. Вот вы можете почитать про эту технологию. Это фактически, да, это аналог того, что мы знаем на Apple от Google. Только я чуть не могу. Как же мне сюда отправить? А у меня, наверное, чат закрыт. А ну, посмотри, Татьяна, у меня там чат не закрыт случайно. Сейчас, прошу прощения. А, нет, все открыто. Ага. Вот. Да, вот это, получается, та технология, как бы универсальная смс. Показать решение интеграции с Facebook. Ну, это надо иметь страницу на Facebook. Ну, я сейчас покажу, как это выглядит. Ну, вот тут раздел такой месседжинг есть. И тут мы добавляем, добавить Facebook. Вот. Сейчас я покажу. Тут еще есть. Можно тут смс-шлюз добавить. Вот. Flow Road. Тут дальше вот идут всякие настройки, как я сказал, подключение к... Ну, то, что вам этот Flow Road дает. То есть в вашей стране, соответственно, оператор смс даст свое. А вот добавить Facebook. Да, тут можно указать, куда направлять эти сообщения. Куда они будут. Выберите добавочный номер или очередь, куда эти сообщения со страницы Facebook будут приходить. Тут можно установить ответ, который будет автоматически клиент получать, если ваша компания не работает. А здесь, собственно, вот инструкция, имя для интеграции. Дальше там нужно зайти в Facebook Developer Portal, Business Manager Account. То есть это, скажем так, нужно иметь в этом Facebook бизнес-страницу. Например, у меня ее нет, поэтому я не пробовал это делать. Но тех, у кого есть, вот дальше есть ID-страницы, токен. В общем, вся инструкция подробно расписана, то 14 шагов. И после этого вы начинаете работать, если видели, там на странице Facebook есть такая, отвечает, обычно отвечает в течение одной минуты. Вот, собственно говоря, вы можете написать на страницу, зайти на страницу какой-то организации, написать через мессенджер. И получается, уже оператор в 30x получит это либо в веб-клиент, либо в мобильное приложение 30x. И ответит. Ответ, соответственно, пойдет тому, кто написал со страницы в Facebook. Вот. Вот так оно выглядит. Ну, дальше тут написано, как это приложение. Тут есть видеоклип, как это все подгружать. Дальше можно иконку. Пейдж, мессенджер. Ну, короче, это все нужно изучить, скажем так. Фактически вся инструкция представлена вот прямо на экране. Вот. Если кто... Я думаю, что со временем, ну, должно быть где-то более подробная документация. Я думаю, что она уже даже есть. Сейчас я посмотрю. Вот. Я сейчас скину в чат. Ну, поскольку сейчас еще это все находится в альфа-версии... Это только-только запускается, конечно. Да, да. Поскольку это находится в альфа-версии, возможно, еще эта документация до конца не... Ну, не сформирована. Вот. Поэтому... Пока не вижу. Ну, я где-то видел это дело. Сейчас попробую найти. Ну, в общем, вот так это выглядит, да. В любом случае, вся документация, она в блогах публикуется у нас на домашней страничке. Да, у нас есть специальные страницы посадочные по интеграции с различными системами. И оттуда идет, как правило, идут ссылки. Ну, мы в любом случае это будем... Ага. Вот. Сейчас я попробую найти это. Бизнес-чат. Да. И оттуда будут идти... Пока я не вижу подробной интеграции, именно как отдельный файл. Во всяком случае, смотрите, еще какая штука. Все вот эти сообщения, которые будут приходить в 30x из разных каналов, то есть смс, вот этот лайфчат на сайте, фейсбук, они все будут приходить в один интерфейс 30x, в один интерфейс веб-клиента, и возле каждого сообщения будет такая иконка, которая будет показывать, из какого канала он пришел. Это фейсбук или это смс, или это... Лайфчат, да. Да, да, да. Вот. Вот, собственно... Или скиньте эту ссылочку в комментариях. Я, честно говоря, не... Я не вижу... Я именно по обучению не вижу... Инструкцию по подключению не вижу. Вот. Инструкцию я не вижу. Она еще просто, видимо, не готова, не доделана. Но в комментариях я могу... Это есть, я не знаю, если я могу ее отправлять, я узнаю у наших. Возможно, она на какой-то доработке еще идет. Если ее можно будет отправить, то я отправлю. Вот так, сейчас я прекратил транслетцию, сейчас я напишу в чат. Вот. Спасибо. Ну, это домашний... Это, собственно, посадочная страница, и отсюда будет со временем, возможно, ссылка на документацию. Сначала она обычно на английском языке делается, потом обычно я ее перевожу. Но если она активно дорабатывается, то, возможно, перевод затянется, потому что пока она там дойдет до готового релиза, это может пройти месяц или два. Сейчас только альфа-версия. Да. Мы, я думаю, что достаточно обсудили. Еще какие-то вопросы, может быть, есть? Если вопросы появляются, то смело пишите мне, адресуйте. Игорь, вам тоже можно писать вопросы, правильно? Ну, да, да. Да, конечно. Игорь, вопросы можно на электронную почту is3cx.com. И мне можете писать tm3cx.com. Да, так что спасибо вам большое за участие. Я думаю, что мы будем уже прощаться. Если вдруг возникнут вопросы, пишите, звоните. Ну, и активно используйте то, о чем мы сегодня говорили. Да, конечно. Спасибо вам большое. Спасибо, Игорь, за участие. Пожалуйста, да. Спасибо вам. Все, будем встречаться на как-то периодически. Раз мы еще пока не определили, но где-то в раз в квартал. По мере выхода нового функциональности обязательно будем проводить такие совместные вебинары. Как я уже говорила, я работаю тут только три месяца, и это были первые вебинары, которые я проводила. То есть я тоже знакомлюсь с системой 3CX, с работой 3CX с вами. Поэтому, да, вебинары, которые будут в дальнейшем, мы будем уже планировать совместно, чтобы они были более предметными на какие-то конкретные темы. Если у вас есть пожелания особые по поводу вебинаров, что бы вы хотели услышать, пожалуйста, присылайте. Да, чтобы это действительно был не такой стандартный, заготовленный какой-то шаблонный текст для всех регионов, а вот именно для вас, что вам интересно, что вам актуально для вашего региона, может быть, какие-то технические нюансы. Мы тогда уже будем с Игорем совместно проводить. Хорошо? Там еще был вопрос по поводу конструктора отчетов. Да, действительно, 3CX пока, возможно, ходит разговоры, но, да, такой конструктор отчетов хотелось бы, конечно, видеть. Я вот могу порекомендовать, так как говорится, не то, что там какая-то реклама, просто вот эти ребята, они сделали интеграцию с 3CX. У них изначально была хорошая система для формирования отчетов по логам вызовов разных АТС, там, CISCO, Panasonic, и они же сделали это для 3CX. То есть вы можете попробовать, может быть, то, что у них есть, вас устроит. Вот, вот, вот так вот. Вот у них тут конкретно даже есть упоминание о 3CX. Я сейчас попробую найти, если получится. Новости Телескоп. 4, 5. Вот. Ну, в общем, так. Тут у них, сейчас посмотрю на сайте. Они тут, у нас многие клиенты, вот, я нашел. Вот у них тут есть презентация, она такая, я ее смотрел, она такая довольно, скажем так, корявая, она выглядит. Но, тем не менее, составить впечатление о том, что там есть, чего нет, можно. Вот. Ну, а так как отдельный продукт, по цене вы можете у них уточнить, если вас это устроит, да. Ну, опять же, ничто не мешает, допустим, получать общую статистику всех звонков в Excel, если делать, брать полный логочета, там в отчетах есть статистика всех вызовов, и потом как-то в Excel сводить. Ну, это, конечно, согласие не очень удобно. Угу. Вот и все. Насчет 16-й, вы знаете, я точно не знаю, 19 июня, я думаю, что да, но лучше бы у них спросить. Насчет 16-й, вот, я точно не знаю. Ну, смотрите, дело в том, что, по-моему, вообще вот сама-то, вот, если говорить про Телескоп, она работает с так называемым CDR-выводом. То есть он, в общем-то, не зависит от версии системы. Вот. Другой вопрос, что там есть еще и обратная связь. Например, если пользователь превысил какое-то количество звонков или минут, его можно отключить. То есть вот этот Телескоп, он как бы отключает пользователя через API 3CX. Вот это, может, и не очень работает. Но, по крайней мере, система обновляется, нужно уточнить у них. Тут я сейчас гляну. Вот у них есть последняя новость на сайте, список заданий. Тут про 3CX я ничего не вижу. Но у них последняя версия вышла вот чуть ли не в октябре. Вот, посмотрите, 26 октября у них, получается, там на днях буквально вышла. Посмотрите. Посмотрите. Ну, в принципе, для составления отчетов, возможно, вам подойдет и та, которая есть, а вот для каких-то более расширенных, возможно. То есть, как я говорю, отчеты, они, в общем-то, формирование отчетов базируется на выводе 3CX, оно никак не зависит от версий. Там в настройках 3CX есть раздел CDR-вывод, CDR-вывод. Вот его включаете и все. Ну, у них на сайте Телескоп есть инструкция, как это сделать. Окей, хорошо. Спасибо большое, Игорь. Спасибо всем большое. Всего хорошего. Остаемся на связи. Если что, пишите, звоните. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. До свидания.